Математику, друзья, не любить никак нельзя. Очень тонкая наука, очень строгая наука, интересная наука – это математика. И вот именно сейчас я приглашаю вас, ребята, заняться математикой. Проверьте свое рабочее место, принадлежности к уроку, откройте тетрадь и запишите сегодняшнюю дату. Молодцы! Ну а мы с вами, ребята, помним, что каждый урок математики мы с вами начинаем с устного счета. Просчитываем различные примеры, задачки. И сегодняшний наш с вами урок не исключение. Начинаем с устного счета. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. На слайде у меня записано много примеров. Но глазами вы сразу понимаете, что примеры вовсе не сложные. И вы с легкостью их все быстро просчитаете. Запишите примеры с ответами к себе в тетради. Просчитывая эти примеры, ребята, вы понимаете, что мы повторяем правила. Деление двух одинаковых чисел, деление на единицу, умножение на единицу. А еще мы с вами знаем правило, что делить на нуль нельзя. Молодцы! Справились с этими примерами. А мы идем с вами дальше. Еще мы с вами посчитаем одни примеры. Посмотрите, ребята, вы сразу глазами видите, что примеры интересные. Одна часть полностью известна, а вот во второй части примера после знака равно какое-то число прикрыто. Но мы-то с вами молодцы. Вы обязательно справитесь с решением этих примеров. Давайте посмотрим на первый пример. Левая часть нам полностью известна. Складываем этих два слагаемых и понимаем, что в ответе получится 820. А вот в правой части одно число прикрыто. Нам нужно от тысячи отнять это прикрытое число, но чтобы результат был тоже 820. Просчитая, вы понимаете, что, конечно, там спряталось число 180. Молодцы! Следующее математическое выражение. Левая часть нам полностью известна, А вот в правой части нам нужно догадаться, какое же число прикрыто. Считаем левую часть и понимаем, что там получается 200. Верно! А в правой части нам нужно 5 умножить на какое-то число такое, чтобы получилось тоже 200. Верно! Конечно, это число 40. Молодцы! Шагаем к следующему математическому выражению. Левая часть нам полностью известна. В правой снова спряталось число. Просчитываем произведение левой части и понимаем, что получается 174. А в правой части к сотне нам нужно прибавить такое число, чтобы тоже было 174. Конечно, это число 74. Верно! И еще одно математическое выражение. В левой части число прикрыли, множитель, а во второй части, в правой, все известно. Начинаем с правой части. Просчитывая, понимаем, что в произведении получится 1600. Возвращаемся к левой части и понимаем, какое же число нужно умножить на 20, чтобы получилось тоже 1600. И тут вы молодцы! Конечно, это число 80. Молодцы! Ну, а мы шагаем дальше. Теперь нас ждет впереди задачка. Давайте прочитаем задачу вместе. Два поезда двигались навстречу друг к другу. Один поезд прошел расстояние в 200 километров, а другой поезд на 50 километров больше. Вопрос. Какой путь вместе прошли два поезда? Начинаем с вами поэтапное решение, так как сразу на главный вопрос задачи мы с вами не ответим. Давайте найдем, какое же расстояние прошел второй поезд на 50 километров больше. Конечно, мы понимаем, что второй поезд проехал 250 километров. А какой же путь вместе прошли два поезда? Складываем расстояние первого поезда с расстоянием второго поезда и понимаем, что оба поезда проехали у нас 450 километров. Молодцы! И еще одна задачка, ребята. Читаем вместе со мной. Расстояние от поселка до поселка 46 километров. Первая машина проехала 21 километр, а вторая 15 километров. Сколько километров осталось проехать машинам до встречи? Итак, давайте мы с вами сначала узнаем, сколько же километров проехали обе машины. Мы складываем и понимаем, что 36 километров проехали машины. Сколько же осталось машинам проехать до встречи? Верно! Мы от общего расстояния 46 отнимем 36 и узнаем, что 10 километров до встречи им осталось проехать. Молодцы! Ну а мы, ребята, сегодня с вами должны закончить и обобщить деление, письменное деление двузначного числа столбиком. И понимаете, сразу видите, что первым делом мы с вами должны вспомнить алгоритм деления на двузначное число. Я думаю, что мы уже запомнили алгоритм, но все равно мы еще раз вспомним. Итак, первый шаг. Определяю первое неполное делимое. И для этого можно сразу в частное поставить точки, сколько же цифр будет в частном. Дальше. Делю неполное делимое на делитель и нахожу цифру частного. Умножаю цифру частного на делитель. Мы с вами помним, да, что мы все на черновике или в блокноте обязательно проверяем. Вычитаю из неполного делимого произведения частного и делителя. Проверяю. Мы с вами помним. Остаток обязательно должен быть меньше делителя. Следующий шаг. Образую следующее неполное делимое, то есть сношу цифру вниз. И продолжаю деление до самого конца, пока у нас с вами в делимом не закончатся цифры. Только после этого мы с вами можем зачитать полное частное. Сегодня, ребят, мы с вами попробуем делить такие примеры, в частных которого будет нуль. Давайте вспоминать. Начнем с самого простого примера. Делить на однозначное число с нулями мы с вами умеем давно. Посмотрите на доску. 3628 разделить на 4. Начинаю определять первое неполное делимое и понимаю, что это 36. 36 разделить на 4 я могу легко, пишу в частное 9. От 36 отнимаю 36, получаю нуль. Но мы с вами знаем, что нуль мы здесь пока писать не будем. А снесем следующую цифру. Это цифра 2. И мы понимаем, что 2 меньше 4. 2 нам нужно разделить на 4. И вот тут мы, ребята, с вами помним, что разделить такое число невозможно. Поэтому в частное, чтобы не забыть, сразу записываю нуль. Умножаю нуль на 4 и получаю нуль. Отнимаю от двойки нуль. Снова получаю 2. И сношу последнюю цифру, восьмерку. 28 разделить на 4. Понимаю, что в частное смело можно записать 7. Также, ребята, мы с вами говорили, чтобы нам не таскать вот этот нуль при делении, нам рядом с двойкой можно было сразу снести восьмерку. И мы бы с вами получили 28, разделив на 4, в частное записали бы 7. Но самое главное, что вы не должны забывать про нуль. Ведь потому что, если вы будете написать в частное нуль, ответ у вас будет неверен. Итак, делимое 3628, делитель 4, частное 907. Можно себя проверить. Если вы 907 умножите на 4, то вы как раз получите то делимое, которое у нас присутствует. Молодцы! Давайте попробуем разобрать деление столбиком тоже с нулями на двузначное число. Читаем вместе со мной пример. 26888 нам нужно разделить на 56. Определяю первое неполное делимое и понимаю, что это 268. Значит, в частном будет 3 цифры. Подбираю пробную цифру в частное, первую цифру. Давайте попробуем 4. Если мы столбиком на черновик 56 умножим на 4, мы понимаем, что у нас получится 224. А это меньше, чем 268. Значит, эта цифра нам подходит. Следующий шаг. Начинаю отнимать столбиком и понимаю, что в остатке у меня получилось 44. Пример не завершен. Сносим следующую цифру. Следующая цифра восьмерка. И получается следующее неполное делимое 448. Теперь 448 нам нужно разделить на 56. Давайте попробуем с вами цифру в частное 8. Для этого быстро проверяю умножение на черновике 56 на 8. И понимаю, что получается как раз 448. Нам очень эта цифра подходит. 448 отнять 448. Получается в остатке 0. Но мы-то с вами помним, что у нас в делимом есть еще 0. И вот чтобы нам его с вами не таскать, ребята, мы сразу запишем его в частное. И тогда в ответе у нас получается трехзначное число 480. Не забываем, что из делимого 0 мы сразу перенесли в частное. Это когда 0 у нас в делимом на конце. Верно. Давайте рассмотрим еще один пример. 280 тысяч. 830 разделим на 69. Определяем первое неполное делимое. Понимаем, что это будет 280. Подбираю цифру в частное. Пробую 4. При умножении получаю 276. Цифра эта нам подходит. Нахожу остаток. В остатке у меня получается 4. Сношу восьмерку. Начинаю делить. Но ведь 48 не можем разделить на 69. Смело, не забывая, пишу в частное 0. И сразу, ребята, могу снести следующую цифру. Цифру 3. И получаю 483. 483 нужно разделить на 69. Давайте попробуем с вами цифру 7. При умножении мы с вами получаем как раз 483. Значит, в остатке у нас получается 0. Ну, вы сразу глазами видите. Но ведь у нас в делимом еще есть один 0, который мы с вами смело переносим в частное. И в ответе получаем 4070. Молодцы! Вы и с этим примером справились. А мы с вами, ребята, обобщим то, что мы с вами делали. То есть примеры деления трехзначного, многозначного числа на двузначное. Если нам встречаются нули, то мы с вами поступаем точно так же. Если число не делится, мы не забываем писать в частное 0. А если на конце делимого стоят нули, мы их смело можем переписать в частное. Дома, ребята, обязательно потренируйтесь делить такие математические выражения. В учебнике на странице 65 для этого есть большой номер 265. Не забывайте проговаривать алгоритм и вспоминать, когда у вас на пути встречается 0. Я думаю, что вы обязательно с этим справитесь. Теперь давайте посмотрим, какие же примеры мы с вами учились сегодня решать. Да, мы с вами учились решать примеры, в пределении которых в частное мы с вами можем перенести или добавить 0. Я думаю, что вы все с этим справились. А наш с вами урок подходит к завершению. Не забудьте дома потренироваться, делить такие примеры. Я говорю вам спасибо за урок. Вы большие молодцы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова